Продолжение следует... ...за рулём КамАЗа снял стояночный тормоз и покатился по Крымскому мосту. Во главе колонны из десятка автомобилей за 16 минут он преодолел 19 километров Крымского моста, который соединяет Керченский полуостров в Крыму с Таманским полуостровом на юге России. На данный момент открылся именно автомобильный участок протяжённостью около 17 километров. Ну и в следующем году, к концу следующего, собираются открыть уже участок железнодорожный, который идёт параллельно с автомобильным. Событие это, конечно, историческое, потому что до этого подобный мост существовал только в конце Великой Отечественной войны, там последние пару лет, но был разрушен льдами, штормами, в общем, всяческими погодными условиями. В общем, теперь связь полуострова с материком можно назвать по-настоящему прочной в буквальном смысле этого слова. И вопреки всем словам о том, что мост этот рухнет, что он трещит по швам, что технологии у России нет, что построить его невозможно, что зачем, непонятно вообще, вбухали эти миллиарды, вопреки всему этому мост всё-таки построили. В общем, а, и причём открыли его в срок, хотя говорили, что до минимума там в 2030-м его откроют, и он сразу же потонет. И понятно, что радуются этому открытию далеко не все. Я говорю об украинских политиках, об украинских СМИ, обычных пользователях сети, которые соревнуются в остроуме и рассказывают, как же скоро этот мост всё-таки рухнет, ну или наоборот лелеют какие-то надежды, как они этот мост отберут. Ну, в общем, так или иначе, всё это хороший, на мой взгляд, повод вспомнить прогнозы всех тех украинских экспертов, да, экспертов и политиков, которые рассказывали нам про то, что Крымский мост построить невозможно. Очень сложная экологическая структура, всего очень серьёзные плавуны, плюс очень сильное течение именно в районе Кершинского пролива. Грунты сложные, поэтому вопрос о строительстве моста из-за технологической сложности, он ещё как бы постоянно грозил стать всё более и более дорогим. Пользование старых технологий, плюс старые российские проблемы, связанные с трудовой этикой, авралы, некачественный подход, пьянство и так далее, да, вот всё это, конечно же, наверняка создаёт проблемы и в данном проекте. Моя большая проблема – это технологическое отставание, у них нет технологий и таких снарядов, которые позволяли им забивать на достаточную глубину. Ну, этот мост, его движение по нему, оно всегда будет опасным. Вот, соответственно, если этот мост даже будет достроен, он в любом случае может просто упасть и разводить. Неоднократно возглашала, что Путин ла-ла-ла по этому поводу. Он отжал весь Крым, который остров был, остров и останется. Никаких мостов и тоннелей там, естественно, никогда не будет по геологическим условиям. То есть до Керчи не будет этого моста? Нет, Крым всегда будет островом. Там 70 метров ило на дне, и когда идут льды с Азова в чёрное, то они сносят там всё на своём пути. Просто кто хоть раз видел, они все прекрасно понимают, что не будет там никаких мостов. Построить Керченский мост невозможно между Керчью и Таманью. И не только в силу того, что это там крайне дорого, и там даже катастрофически дорого. И даже не потому, что он, если, допустим, выйти в себестомость, он бы отбился там за 100 лет где-то примерно. Даже не по этим причинам. А только по одной причине, что со стороны Керчи полностью, это часть берега, часть материка, это грязевые вулканы. Ну, а если говорить откровенно, у России нет таких технологий, они сами это признали, у них нет технологий для того, чтобы строить такой мост. Так как господин Путин обещал его построить к 2018 году, но, как видимо, к 2018 году он построен не будет. Если там, помните, кран утонул, я не знаю, нашли его или не нашли в донных отложениях. Там же донные отложения еще идут. И пускай эти проектировщики посчитают на выбор. Потому что, если они посадят эти сваи не очень глубоко, а пойдет ли достав, ну, они же должны, знаете, Супромат. Это же сваи могут вырвать оттуда. То есть там есть проблем очень много. Я бы, например, ни за какие ковришки не согласился заниматься этой проблемой. Керченский мост обещают нам построить к 16 декабря 2018 года. Да, ну, вот любят люди мои предсказания. Вот я вам говорю, к 16 декабря 2018 года не будет построен мост. Я это знаю точно. Ну, на самом деле, помимо вот этих всех видеоинтервью, очень забавно читать, что пишут сейчас и писали тогда украинские СМИ. Понятное дело, что они выпускали десятками, если не сотнями, на протяжении всех этих лет статьи про то, как этот Крымский мост не будет построен. Я бы, наверное, остановилась скорее на заголовках. Но, допустим, сегодня только вышла статья от издания «Апостра». Там они взяли интервью известного эксперта, который постоянно таскается на форум «Свободной России». Там рассказывает эмоционально, как он всех люстрирует. Говорю я про Константина Борового. Он очень часто дает интервью там и апострофу, обозревателю. Ну, и вот он рассказывает, что Крымский мост придется снести. Ну, дальше тут просто можно цитировать. Вот Россия должна отдать Крымский мост. Должна, друзья. Россия Крымский мост взорвать или использовать, ну, не определились. Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции. Ну, в общем, вы поняли, все это в одном ключе. И я уже сказала, что я не хочу там цитировать всех этих экспертов, но одного я все-таки не могла удержаться. Я просто должна вам рассказать, что он там наговорил в интервью. Это, конечно, Слава Рабинович. Очень украинские журналисты на него молятся, часто у него интервью берут. Ну, вот он пишет, рассказывает точнее. Вообще, у меня такое чувство, что будет использован трюк с приездом Путина по Крымскому мосту. По мосту на его бронированном лимузине проедет какой-нибудь водитель Камикадзе. А дальше покажет картинку, как из машины выходит Путин, который на самом деле прилетел туда на вертолете. Причем это будет не Путин, а его четвертый по счету двойник. Ну, еще можно вспомнить парочку экспертов, которые там рассказывали в 2016-2015 году про то, как мост обрушится. Ну, вот, допустим, там пишут, что не будет моста никакого, не будет, россияне эти сваи будут убивать еще не одно десятилетие. И вообще, только один человек подготовил в свое время там план строительства. Это министр строительства фашистской Германии. Ну, конечно, куда без фашистской Германии. Ну, и знаете, друзья, это, наверное, и есть жизнь. Ну, а то, что пишут украинские пользователи, это, пожалуй, не жизнь, а какая-то черная комедия. Издание МОНД пишет, с учетом непростых погодных и геологических условий, строительство такого моста на перекрестке двух морей было настоящим вызовом, с которым Россия справилась с успехом. Президент России открыл 19-километровое инженерное сооружение, самое длинное в Европе, которое имеет стратегическое значение для Москвы. Французские журналисты отмечают, автомобильную часть моста построили за рекордное время, на полгода раньше срока. И во многом это заслуга российского президента. Владимир Путин сделал все, чтобы этот проект был завершен как можно быстрее. Крымский мост должен был быть построен к концу 2018 года. Но российский президент потребовал и добился раннего открытия для автомобилистов. Потому что, как он сказал, люди смогут ездить в Крым на летний сезон. Газета «Атлантика» строительство моста через Керченский пролив называет историческим подвигом. А итальянская стампа подчёркивает символизм этого события и даже проводит аналогии с полётом первого человека в космос. Садясь в грузовик, Путин воскликнул «Поехали». Такое же выражение 12 апреля 1961 года использовал Юрий Гагарин на борту корабля «Восток-1» во время первого полёта человека в космос. Издание «Франкфутуральгемайнецайтун» пишет, Открыв прямое автомобильное сообщение с Крымом, Россия сделала колоссальный вклад для привлечения туристов и экономического развития всего региона. Четыре года назад Россия присоединила Крым, но до сих пор не было прямой связи между полуостровом и российским материком. Новый мост улучшит транспортировку товаров и стимулирует туризм. А вот как открытие автомобильной части Крымского моста освещали в эфире американского телеканала CBS. «Без сомнений, этот мост – это инженерные чудо, по-настоящему впечатляющее техническое достижение». Телеканал CNN отмечает, у России далеко вперёд идущие проекты, и она не намерена останавливаться на достигнутом. Вполне ожидаемо, крайне негативная реакция исходит из Киева. Президенту Порошенко не понравилось, что в столь перспективном проекте с Россией сотрудничал европейский бизнес. Очень жаль, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса, стремясь тем самым откупиться от международно-правовой ответственности. Уверен, агрессору это не удастся. Он будет нести ответственность в полной мере. А мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым. Порошенко вторит и украинская пресса. Особой потребности в мосте нет, если там не будет развиваться военная база. Потому что экономически Крым, изолированная территория, токсичная. И уж совсем невразумительный комментарий прозвучал в Госдепартаменте США. Его официальный представитель Хизернауэрд заявила, Крымский мост якобы мешает судоходству. Мы наблюдали, как Владимир Путин запрыгнул в тот грузовик и повёл его из России в Крым. Мы видели строительство и частичное открытие этого моста над проливом. Этот мост, безусловно, ограничивает возможность доставки товаров кораблями. Поэтому это затрагивает людей. Это затронуло Крым, это затронуло Украину. Реакция из Москвы не заставила себя ждать. Вот что науэрд ответили в российском посольстве в Вашингтоне. Вашингтон предсказуемо недоволен. Но Крым, Россия. Разрешение на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей российских регионов ни у кого спрашивать не будем. Такая нервная реакция Госдепартамента — это ещё одно свидетельство. России удалось реализовать уникальный проект, на который завистливо смотрят на Западе. Величественный Крымский мост теперь соединяет берега одной страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова